у каждой профессии есть свои законы вот как у тебя да ты ведешь эфиры у тебя есть ухо у тебя есть камеры у тебя есть подводки у тебя есть прямой эфир это одно у тебя съемка это абсолютно другое то же самое в балете балет это в принципе прямой эфир и прямой эфир когда ты зависишь очень сильно от боли дирижера когда тебе еще во время эфира надо переодеваться постоянно тебе нужно здоровье тебе где-то надо привести дыхание в порядок а когда у тебя просто спертый воздух у тебя есть 30 секунд когда тебе надо восстановиться потому что тебе через 30 секунд надо опять выдать очень тяжелые элементы особенно идти в воздух или еще кого-то подбрасывать да 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 а ты значит отвечаешь не только за свое здоровье но и за здоровье того кого бросаешь да вот эти 30 секунд для восстановления воздуха это колоссально ну хорошо а что кроме тебя это ты хочешь сказать никто не понимал нет никому это было не надо и вот прошло 9 лет как не было репетиционных залов большом театре так и нету как не было ничего у артистов так и нету а это так нет почему я тебе это все говорю вот леночка и когда появилась когда мы были с тобой маленькие молоденькие появилась катастрофа со спидом и какой-то момент нам всем объяснили что вот так надо предохраняться вот тогда это очень тяжелая болезнь но от нее можно предохраниться и можно абсолютно спокойно контактировать с теми людьми кто заболел и все так далее там подобное здесь нет правила понимаешь это и я тебе скажу так что когда наступает ноябрь месяц декабрь у нас лена просто вот в школах ты сегодня репетируешь с одним составом завтра не приходит ровно половина чтобы кошела потому что любую в декабре обострение гриппов и вот в этом декабре 2019 года у нас огромное количество детей болела этим гриппом которые и все заканчивали воспалением легких лежали если честно у меня вообще была такая ну не ну как бы точно подозрение что я дважды уже переболел сам ой ой об этом но дело в том что сколько вот я не проверяюсь уже больше полугода да уже получается до 10 месяцев я проверяюсь у меня нету не антител не положительного результата ничего вообще все очень странно странно я устал а так как я постоянно езжу в поездах туда-сюда между городами и так далее могу тебе сказать я даже устал предохраняться потому что от гриппа но невозможно спрятаться правда если ты есть во вероятно что ты заболеешь заболеешь мне очень жалко тех кто болеет очень тяжело у меня несколько учеников моих которые работали в мариинском театре болеют молодые ребята замечу молодые 10 20 лет и один который был самый здоровый который не болел ничем лежал в больнице посвел и дважды чуть не скончался честно тебе сказать он не болел даже простудой а ребята с которыми он жил в одной комнате и живет ну как бы так вот они не болеют слушай хорошо не будем а грустно такой вопрос а вот ты должен 21 год посвятил большому театру ты сейчас доказал всем на примере своей работы в своей академии в академии что ты великолепен ты ректор ты поднял просто с колен там все вопрос ты доверенное лицо путин был что еще надо чтобы ты стал директором большого театра я просто не понимаю как вот ну круче я не знаю что еще надо делать ты был первым самым молодым народным артистом заслуженным и народным самым молодым но ты самый титулованный наш живущий артист вот что такие качества нужны для того чтобы быть назначенным на роль директором какие нужны но вот ты вот все что сказала привод том что у меня есть да лен плюс еще при этом я же не только там танцевал и так далее я у меня все-таки два высших образования я учи я для того чтобы быть руководителем я закончил юридически ты пойми нынешний руководитель большого театра не имеет ну как бы директор ни музыкального образования не театрального образования заочное образование гитиса искусствоведческое а он доверенное лицо владимир он тоже он тут посмотри у тебя это говорю на самом деле сейчас я не знаю что вообще нужно но такая обстановка в мире да мир если честно сошел с ума катастрофа происходит не только в искусстве катастрофа происходит между человеческими отношениями катастрофа происходит а между странами если все не вернется в руки профессиональных людей все это погибнет чертовой бабушке самое страшное в этом карантине который произошел и на это не то что ну для для нас для культуры понятно что болезни все такое прочее это тяжелая вещь то что мир наконец понял что он может жить и спать без искусства виртуально я тебя писать не могу количество нищих артистов без работы которые сейчас находятся в мире и конечно вот эти мегаполисы такие как большой театр как мариинский которые просто сидят на шее у государства которые получают гигантские деньги гигантские я не понимаю как может я пример тебе приведу дирижер большого театра играющий спектакль музыкальный руководитель получает за выход в оркестровую яму миллион двести тысяч ой да и из который от начала до конца играет прогон получает две тысячи рублей есть разница лена понимаешь это называет не то что называется цинизм это называется катастрофа уже пора действительно проснуться очнуться в тот момент когда во время этой пандемии мои коллеги в большом театре мне писали что они получили зарплату 8 тысяч рублей 9 тысяч рублей начальники получали по полтора миллиона чудовищно чудовищно и это все ходит труб то что ты сказала я не знаю где здесь брать ну да что еще надо сделать коррупционный закон например да когда мужья жены дети не могут работать под началом директора там все можно никто не обращает внимание на некомпетентность на непрофессионализм на ужасный уровень спектаклей понимаешь дело в том что можно было абсолютно открывать сезоны заранее подумав тем более что было много месяцев подумать не делать многонаселенные спектакли есть такие все возможно никто же не подумал сейчас большом театре идут спящие красавицы у них в августе месяц умер педагог которому было 82 года от коронавируса умер они его вызвали 82 года заставили вере вести урок где было больше 50 человек за человек человека увезли с двусторонним воспалением легких они скрывали что у него коронавирус и это все преступление почему я тебе сказал да наверное нельзя здесь говорить что есть какая-то система что можно предохраниться но какие-то элементарные меры можно было предусмотреть можно принять больше 6 которые находятся страшной зоне риска не делать многонаселенные спектакли пящие красавицы огромное количество людей занято как директор делает специально 6 составов 6 составов чтобы отрепетировать это представляешь сколько часов работают артисты педагоги и новые вводы зачем кому это надо понимаешь люди решают какие-то свои свои задачи них не интересует чужая жизнь самое конечно было смешное когда все артисты большого театра а балета вдруг получили во время пандемии такую смс что давайте мы переедем там один значит директор балета предложил в отель будем все там жить и работать конечно возмутились потому что они для чего это делается понимаешь это все же не прикрыто к сожалению уровень безобразия творяющийся скажи а новый министр культуры она как-то проявляет интерес конечно приезжает и ольга борисовна она все очень хорошо знает она понимает да и мариинский театр не введение министра культуры министр культуры делает тщительно документы это ведение правительства все ясно я смотрю да извини просто вот все вообще вот то что происходит в мире вообще не только искусство вообще в мире то я уже вот люди того доходят до того что они самосжигаются чтобы их хотя бы услышали понимать тому вот то что ты сказала в начале когда я тебе 2011 году все рассказал что там не сделано ты думаешь за девять лет что-то исправили лена я при вот пример тебе я пришел в академию она была только после ремонта человек который проводил ремонт он тоже ничего не знал ничего не все сделано было логично потому что это производство я за эти восемь лет перестроил всю школу перри потихонечку перевел все как надо логично для производства большом театре залы не смогли сделать но нету репетиционных залов понимаешь потому люди заражаются и а кому подчиняется вот министр культуры не подчиняется министру культуры а какому человеку надо идти жаловаться я думаю что здесь бесполезно у нас не любят когда жалуются и что это чудовищное уже ты вспомни когда меня обвиняли бог знает чем я на самом деле единственный артист мире за которого зритель стоял на площади на улицу выходили люди я помню это фантастика я не могу себе представить чтобы на западе люди ходили там за барышником но вот у меня такое в биографии есть и понимаешь даже это не так скажем не возымело какого действия чтобы хотя бы травля остановилась потому что тогда у меня встречный тебе вопрос посмотри вот здесь травля совершенно несправедливо незаслуженно но ведь ты мог 10 тысяч раз уехать 10 тысяч раз и насколько я знаю у тебя нет ни самолета не яхты ты живешь ну я не хочу сказать скромно ни в коем случае не скромно но не сопоставимо с тем как ты бы жил на западе если бы ты уехал как нуриев как барышников и как многие другие не жил бы если бы я в те годы уехал и мне бы повезло то жил бы в моем поколении уже никто так не живет все те гонорары которые имели те звезды на западе они рухнули но да да конечно просто другое дело что каждый распоряжается своей жизнью в зависимости вспомни когда нтв распадалась помню очень хорошо помню и что больному прямо по больному ведь каждый решал сообразно своей этической форме внутри понимаешь я же не один год с тобой знаком со светой сорокиной с метковой тани так далее да они парфеновым вы для меня не 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 просто люди в телевизоре мне в жизни удалось с каждым из вас пообщаться и в жизни и в телевизоре там во время передачи так далее с кем-то больше с кем-то меньше но вот я тогда очень хорошо помню вот цвета сорокина которая сказала я больше не могу или это одна позиция кто-то сказал что делать это жизнь такое время надо потерпеть ты знаешь марк захаров все время повторял одну фразу из произведения шварца обыкновенное чудо когда душили его жену он держа ее за руку шептал на ухо пожалуйста потерпи может быть обойдется да вот этот момент он присутствует он присутствует во всех странах это не только в россии это человеческая жизнь эта система дарвина к сожалению никто не отменял но мне никогда не хотелось уехать ну посмотри допустим у всех заканчивается карьер когда-то смотрим на барышникова он снимается в кино у него там какие-то свои бренды я его видела чуть ли не в главной роли фильме секс большом вот а я не вижу чтобы ты вот так вот монетизировал свою известность почему ты не хочешь или у нас вообще такого в принципе нет если я что-то делаю меня сразу обвиняют во всех смертных грехах а тебя волнует что тебе говорят нет не волнует просто другое дело что ты понимаешь жизнь каждый человек вот я могу преподавать я с большим удовольствием это делаю к сожалению михаил николаевич не может преподавать никогда не хотел потому что преподавание это занятие не собой человеком другая группа мышц работы абсолютно им и ментал другой все другой волнует чтобы был центр барышникова вот он занимался этим ему нужно чтобы его имя закрепилась как бренд когда ну каждого же свой какой-то внутри при этом что он понятно хорошо я тороплю потому что хочу задать у меня очень много вопросов сложный вопрос я тебе сейчас задам представь себе что ты в составе жюри международного конкурса балета и вот вы смотрите и финал выходят русские и американцы напряженный момент и выступают американцы блестяще выступает русский блестяще и вдруг ты видишь что наши но не очень удачно выполнили там поддержку что-то там накосячили и от себя в общем то зависит какую ты поставишь оценку вопрос ты поставишь высшую оценку или поставишь оценку которую они заслужили другим вопрос другими словами что для тебя важнее истина или родина лен к сожалению моей жизни моя ученица мне очень правильно сказала никого максим ваша самая большая беда в том что вы всю свою жизнь ко всем относитесь по профессиональным качествам и вас все время за это предоставляешь дел в том что я очень к сожалению вот был такой конкурс два назад там участвовал мой ученик михаил баркиджиджа и участвовал он как бы питер да участвовал внук моего педагога и сын моей подруги школьной дмитрий смеленский и когда мы ставили оценки я ставил честно и моему ученику то что он заслуживает и дмитрию потому что ну всем было понятно и в зале всем что михаил на 10 голов выше но было в комиссии три человека а я знаю кто их фамилии потому что ну понимаешь да в большом театре еще не в объявили мне уже прислали на телефон результат если бы я лена если бы я поставил бы моему ученику больше чем тому мальчику он бы выиграл только из-за того что я дурак не поставил больше чем тому потому что я не мог это сделать это внук моего педагога коля так подождите это я понимаю но это в одной стране а если речь идет о мундира у меня есть честь мундира я не могу из-за этого лена я отказываюсь участвовать в жюри во всех серьезных балетных вот в телевизионных шоу вы когда идет такое шоу как бы ну вот как танцы со звездами там синяя птица где ну можно сыграть восторг да или там поддержать человека который может профессии не со мной всем путь своим ученикам объясняю я вас люблю больше всех жизни вы самое дорогое что у меня есть но но больше понятно хорошо дальше следующий очень не знаю я тебе скажу россию я люблю больше хорошо такой вопрос ну я увидела что ты у себя на странице публика опубликовал живе беларусь с пронзительными фотографиями о том как там силовики расправляются с мирными жителями на твой взгляд должен ли артист иметь свою гражданскую позицию и высказывать ее или его работа вот ты танцуешь и танцуй а вот это вот оставь или обывателем или политиком ну все что касается когда артисты идут в политику тут конечно я за то чтобы люди были прежде всего занимались искусством замечательные слова колчака что когда вы входите в город пожалуйста не доверяйте проституткам извозчикам артисты и извозчики ну как бы юноши там и легкого поведения они ну это их профессия удовлетворять клиента хотите вы или не хотите другое дело мы знаем в истории при прецеденты когда знаменитые артисты вставали допустим в германии фашистской уезжали в другие страны потому что они были не согласны с режимом и тельная позиция да другие я знаю другие как лени рифенштайль или мари корек которые оставались служили рейху но они были артистами они не были агитаторами чего-то там да что касается живая беларусь понимаешь чем дело когда я увидел что бьют людей стреляют и так далее это была просто моя поддержка обыкновенным людям понимаешь я прошел уже абхазию тонок это прошел потому что я вырос в пицунде и для меня никогда как для грузина не будет это другое это грузия я знаю какая сколько людей там уничтожали сколько людей бежало и очень многим которые живут сейчас в москве помогал когда-то я который бежал что касается вот всех вот этих трагедий которые сейчас начались к сожалению есть замечательные слова бисмарка и очень жалко что их люди забывают что он же служил в русской армии и он оставил очень много заметок по этому поводу он написал что россию можно развалить только изнутри начало снимать внутри национальные конфликты он написал на украине потому что он это видео дело в том что советский союз рухнул только на национальных контактах в конфликтах которые одновременно подняли прибалтики в украине ахи в грузии и так далее да и страна взорвалась очень жалко и я всем привожу пример что когда-то чингисхан он взял одну стрелу и разломал и сказал когда мы одни нас всех да потом стрел сказал а вот сейчас нас не разломать понимаете не понимают этого мне очень жалко и ты ребенок дружбы народов я ребенок дружбы народов ты понимаешь я советский ребенок я все время это подчеркиваю что у меня была очень советская земля мама грузинка об этом мы еще поговорим подожди у меня будет вопрос на эту тему я не могу мне все равно как будет называться государство можно не стрелять в людей понятно следующий вопрос по поводу гражданской позиции можно ли обращать или не обращать внимание на это привожу пример свое время но я знаю что ты выложил тебя любимая актриса грета гарба где ты пишешь о том что когда в сша открыли секретные рассекретили архивы выяснилось что она не только гениальная актриса она еще во время войны помогала в сопротивлении и даже помогала бежать евреям которые жили там голландии и конечно же это вызывает восхищение у меня и я совершенно по-другому на нее смотрю в то же время я который всегда восхищалась австрийским дирижером можно сказать даже моим любимым фон караянам я неожиданно прочитала что он симпатизировал нацистом и даже очень даже выражал их позицию это для меня был шок и я вдруг поняла что это оказывает влияние на мое отношение к его искусству и я себе задаваю вопрос правильно это или нет и меня добила коко шанель которую я обожаю как дизайнера но я тоже прочитала ее книжку где выяснилось что книжку о негде выяснилось что она ну не хочу сказать там содействовала но то что она дружна была с нацистами это известный факт который даже позже ей повредил карьере вопрос должны ли мы как-то обращать внимание принимать во внимание гражданские позиции и поведение любимых нам героев ты знаешь каждый раз есть такая замечательная фраза я ее вспоминаю это был такой фамилия его не мюллер они он очень интересно сейчас я найду я даже тебе зачитаю потому что это безумно талантливо написано потому что это отображает вообще когда ты в чем-то не участвуешь а потом нечаянно с этим сталкиваешься сейчас секундочку подожди по понимающим дело я всегда против того чтобы кого-то за когда человек просто разделяет взгляды это одно но он не делает ничего плохого это ну как бы ты имеешь право на свое мнение правильно конечно с папой очень многие дети расходятся навсегда кто-то остается с мамой кто-то с папой и тут ничего не сделаешь это отчасти но когда люди делают плохие вещи когда они а я с этим столкнулся у меня был такой момент когда но вот началась вот эта грузинская война с абхазией весь этот ужас националистов и со мной в классе училась девочка дедушка с бабушкой были военными они русскими были и они остались грузии она там с ними жила они из мурманска были этнически ну как бы да и потом мы через много лет встретились уже в мурманске танцевал и она мне рассказывала как вчерашние соседи у них отбирали вещи как они для честно я бы рубил бы руки я в этом плане очень непримиримый человек потом когда вдруг ты знаешь да что грибоедов похоронен в тбилиси как бы его могила это одна из самых больших достопримечательностей в качестве действительно верной любви его супруга которая очень молодой осталась давай никогда в жизни не сняла черное и никогда в жизни ему не изменила да и это такой вот она была в него так влюблена и для нее это было такое горе и вдруг когда в 90-е годы какой-то тоже политик там для популярности заявил что мы должны выкопать грибоедово и типа выкинуть потому что кто он такой русский ты знаешь меня это приводит вот такие вещи меня приводит в дрожь потому что я считаю что это это чудовищно но есть есть люди которые разделяют мнение почему мы должны вмешиваться в их сознание главное чтобы не переходил какую-то грань вот и дело в том что вот понимаешь несмотря ты сказал что я доверенное лицо я руководитель и так далее я не депутат ни за кого ни за что я категорически всегда беру нет ко мне не подходите а если тебя будут просить подписать какие-то письма если твоими руками будут пытаться сделать не очень ледовидный ввешен в своей жизни когда вот это было вот когда деятели культуры подписывали поддерживая президента насчет крыма и понимаешь количество людей которые со мной устроили скандал которые мне писали гневные письма знакомые моя мама и так далее из разных стран я всем задавал один вопрос что там написано это письмо я напомню всем написано до событий в донбассе луганске что там написано такого на что что вас раздражает я отвечу никто мне не может задать вопрос потому что никто его не читал да 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 ну хорошо я не походу этого письма это подписал потому что я я отвечал много раз на это лент потому что мои предки все мои предки в восемнадцатом девятнадцатом и двадцатом веке воевали в крымских войнах и всегда за россию в русской армии я поняла у меня был вопрос чуть-чуть от другого я тебя услышал у меня был то что сказал мартин не мюллер это очень важные важные слова когда ой сейчас господи только нашел и нечаянно нажал не надо сейчас одну секунду вот когда нацисты пришли за коммунистами я оставался полным когда я не был коммунистом когда они сажали социал-демократов я промолчал я не был социал-демократом когда они пришли за членами профсоюза я не стал протестовать я не был членом профсоюза когда они пришли за евреями я не возмутился я не был евреем Когда пришли за мной, не осталось никого, кто бы заступился за меня. Он был священником. Понимаешь, да? И, знаешь, это очень важные слова. Когда начинают притеснять человека рядом с тобой стоящего, это я напомню, я выступал за Настю Волочкову только по одной причине, а у меня с ней были не самые лучшие взаимоотношения в тот момент. Я сказал, что она моя коллега. На ее месте мы можем оказаться все. Я не допущу травли. Понятно, понятно. И все рассчитывали, что сейчас я первый против нее выступлю. Скажи, пожалуйста, ложь во спасение. И по другими словами, можно ли совершить неблаговидный поступок для того, чтобы потом помочь и поступить благородно? Был такой фильм потрясающий венгерский, по-моему, назывался «Седьмая печать». И там смысл был, там длинная история, но фашисты поймали коммуниста и двух еще. Один был бюргер, а другой был такой крепкий, сильный, но тоже, по-моему, коммунист. И вот они избили этого коммуниста и говорят этим двум. Мы вас отпустим, если вы подойдете и дадите пощечину этому человеку. И мы понимаем, мы зрители, что, конечно, этот бюргер даст эту пощечину, потому что вообще ему наплевать, там к мысли, к мысли он и уйдет. А вот этот вот сильный, он пощечину никогда не даст. Вот он умрет и не даст. И каково же было мое удивление, когда именно этот бюргер отказался, и его там, по-моему, повесили. А вот этот вот, знаешь, крепкий орешек, он вдруг пошел и дал пощечину. И до конца фильма, когда уже пошли титры, вдруг мы видим, что вот этот человек, который дал пощечину, он идет в бомбоубежище, где маленькие дети голодные сидят и его ждут. Ну, то есть понятно, почему он сделал. Он пошел на подность ради чего-то. Вопрос к тебе. Вот как ты относишься к людям, которые, может быть, поступают, идут на компромисс со своей совестью, но если они понимают, что за их спиной стоит театр, коллектив, да, за их спиной стоит, там, я не знаю, больница или еще что-то. Вот можно ли идти на такие компромиссы с совестью? Есть ли это компромиссы, разумеется? Много знаю моих коллег, я думаю, что их имена ты тоже прекрасно знаешь, которые идут на всякие такие сделки, так скажем, с режимом, как теперь принято говорить, а потом приходят в компанию и говорят, ну, вы же понимаете, я из-за оркестра, я из-за оркестра. Я это приемлю, потому что если ты это делаешь, имей совесть играть до конца, честно. А что значит до конца? Ну, ты знаешь, я не понимаю людей, которые начинают... Я очень не люблю врущих, очень не люблю. Шотару Ставели красиво очень написал, все беды начинаются со лжи. Понимаешь, дело в том, что, Лена, я оправдываю всех моих коллег в театре, которые меня предавали, но они имели право, не право, а совесть. Мне тихо сказать, Коля, прости, я не могу остаться без зарплаты. Никогда я им это не вспомню, и никогда, но те, кто... Вот я справлюсь, я справлюсь. Сейчас я Колю приглашаю. Еще раз. Так. Так, так, так. Так. Ну, получается, ожидание. Сейчас мы ждем, чтобы Коля подключился. Вот, я слышу голос. Все, 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 все. Вот, видишь, на самом таком моменте ты говорил о том, что ты простишь человека, который придет и честно тебе скажет. Коля, извини. Я не могу остаться без зарплаты, или я не могу не сделать там это. Я, конечно, это понимаю, и я разделяю, я человек. Но когда остается в этом пафос, что ты сам виноват и такой секунь, здесь, конечно, нет. Я примирив. Есть вещи, которые я не понимаю. И дело в том, что если ты помнишь Данте хорошо, то самое страшное кольцо девятое, это кольцо предателей, и самое страшное, вообще нижний этаж, это поезд сатаны, да, возле ледяном стоит там сатана, и там мучаются иуда, и брут, и так далее. Те люди, которые предали учителя. Вот дательство учителя вообще самый тяжкий грех. И еще хотел поговорить о двойной морали. Вот моя любимая опера. Я знаю, что это твоя тоже любимая. Я ее знаю наизусть. Это Травиата Верди. Я ее просто слушал сто тысяч раз. Но меня всегда поражала трактовка. Все говорили, что Травиата падшая женщина, а вот ее полюбил аристократ. А я всегда думала, елки-палки, какой он к черту аристократ, если он жил за ее счет. Она продавала свои последние бриллианты, которые заработал потом и кровью, не будем говорить, уточнять как. А он вдруг говорит, как? Я не знал. И вот впервые я увидела, геликон опера сейчас поставили, и там его впервые показали Альфонсом. И папаша его тоже хорош, который, может быть, даже ухлестывал за ней когда-то. Но не в этом дело. Вот это вот двойная мораль, в которой вот нас воспитывают и говорят, что вот это плохо, а это хорошо. Вот как ты к этому относишься? Или, например, двойная мораль произведения, опять же, твоего любимого писателя Толстого, Анна Каренина. Вот скажи, пожалуйста, я слышала, что у тебя там Анна Каренина совсем не положительный герой. А вот кто у тебя там положительный герой? Каренин. Каренин. А нам как говорили? Какой ужас, он какой жуткий человек. Дело в том, что не надо путать советские догмы, которые нам обычно преподносили. Но мне здесь повезло очень с мамой, которая очень много говорила о вещах. Еще очень давно, просто отрывая, это моя первая опера, я обожаю музыку эту прежде всего. Конечно. Я подрос, я стал понимать, в чем дело. И я с мамой решил поговорить, а что ремесло-то у нее неуважаемое, потому что в том, в котором я рос, я прекрасно понимал, что есть женщины полусвета, но их не очень уважают. Уважаю. Что есть альфонсы, это я тоже видел, и мне мама это объясняла, их очень много вокруг нас тоже. Ты понимаешь, в чем дело? Очень часто люди идут на это, но они же сами идут. Понимаешь? Что касается этой профессии, это одна из самых сложных профессий. я вообще никого не осуждаю и считаю, что это не должно быть. Я осуждаю тех, кто это делает, кто этим зарабатывает себе продвижение и так далее, и так далее, а играет монашку. Вот этих я не принимаю. Ну, если возвращаться в наш мир, вот мы смотрим твои цискоридзы, да? Хотела замечать. Вот. Вот спать с народным артистом и стать народным артистом разные вещи. Прекрасно сказано. И вот тема в примы через постель. Меня постоянно спрашивают, можно ли стать телеведущей через постель. Ну, я на это отвечаю. Перечислять. Ну, я не буду перечислять, но, а вот в балете, ведь всегда еще там, я не знаю, как... Боже, Болька! Лена, на самом деле, если не дай бог, до нас дойдет вот это дело Ивановича Байнштейна, да? Да, 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 да. В театре откроют рот. Так. Не дай бог! Ты что? Его будут закрыть просто весь. Там рассадник этого. Рассадник, да? Ну, при том, что они, может быть... Который предлагал один начальник снять и перевести всех, он что, предлагал действительно искусством заниматься? О чем-то? Всем было понятно, зачем это сделано, кто собирается оплачивать этот отель и для чего? Понимаешь? Дело в том, что в нашей системе тогда я бы сейчас никогда не стал артистом. Почему? А слишком способный. А, понятно. Понятно. А я стал по способностям, понимаешь? Ну, вот хорошо, вот сейчас какая-то прима. Прости меня, но я тебе, если мы с тобой возьмем список действующих лиц в большом театре, 99 процентов. Других нет. Да ладно? 99 процентов. И все все понимают, все все знают. Понимают, и главное, что нельзя поступить иначе, иначе тебя снесут. А если, кстати, как ты относишься к МИТУ? Вот то, что вот сейчас женщины выходят и говорят, там, меня заставили, там, за хорошую роль. Не верю. Не верю. Докажи. Докажи. Я не верю в одну вещь. Понимаешь? После того, как я прочитал Лолиту очень рано. Да. А ты очень подробно. Дело в том, что ты знаешь, да, что Набоков сам был человеком, который любил юных созданий. Себя описывал, да. Да, он описывал себя. Но он еще описывал тех, с кем он жил. Он знал это неплохо. Где-то с 12 лет все все понимают, и все на все идут сознательно. Не верю я в... Ты не веришь в то, что заставляют актрисы? Не верю. Вот если мне человек предоставит материалы, что ему угрожают или его заставляют, вот тогда поверю. А рассказам не верю никогда. Я рассказывал одной своей знакомой, я тебе еще раз повторю этот рассказ. Дело в том, что я, когда пришел в театр, я подружился со взрослыми артистками. И они познакомили с одной коллегой моей замечательной девушкой, очень такой красивой. Она была в открытую любовница главного руководителя балета Большого театра. Все знали. Она ничего с этого не имела. Но мы с ней очень подружились. И она была постарше меня. И когда к руководителю приходили другие что-то выпрашивать, она приходила обычно ко мне. она сидела со мной. Мы пили чай, иногда смотрели кино. И когда освобождался руководитель, он звонил, тогда не было мобильников, он звонил мне в номер и говорил, Коль, скажи, что типа зеленый свет. Мне тогда было мало лет, но когда я становился старше, потом, а я на утро знал, кто там был, что просил, в какой позе выпрашивали. И я постоянно слышал от тех, кто там бывал, что вот я была, меня склоняли, но я не согласилась, не согласился, и меня за это уважают, и теперь мне дали роль. Прости, нет. На днях в Большом театре одному моему выпускнику дали очень большое повышение. И всем понятно, по какой причине. Выпускнику? Ну, он у меня выпускался, он работает в театре. Я понимаю, правильно я поняла, что вот так же могут домогаться и мужчины? Дело не в домогательствах, я же не только про домогательства, есть же еще стукачки. А, понятно. Те, которые с большим удовольствием сбегают и принесут запрещенные препараты и передадут. Понимаешь, потому вот эта мораль, вот этих я не уважаю, а те, кто честно приходит и говорит, моя цена 2,20 за час, это очень уважительная профессия, потому что это нелегкое ремесло. Вот, кстати, вот здесь не сачкуешь. Это точно. Слушай, вот у нас на телевидении одни и те же лица. Тебя не раздражает, что вот этот вот голубой огонек, который идет уже 30 лет, ну, под ним я имею в виду людей. Постоянно. И то, что, ну да, но дело не в этом, а в том, что вот у нас поют по фанеру, у нас какая-то такая халтура, прям чудовищная, и это никому не волнует. Вот даже фильм «Попса», где Татьяна, посмотри, я очень тебя прошу и всем рекомендую. Это гениальное кино, гениальный сценарий и потрясающе играет Татьяна Яцекович-Васильева. Она там как раз про то, что people have it. И там одна девочка, которая думает, что она сейчас делает революцию в музыке, она начинающая. Она говорит автору песен, она говорит, вы эту глупость придумывали? Эту глупость слушают миллионы. Понятно? Дело в том, что не надо забывать, что есть продукт, он продается. И все. И все. Хорошо. Слушай, я знаю, что ты встречался с принцессой Дианой. Да. И у тебя даже замечательные фотографии есть в Инстаграме. Как ты думаешь, вот я была, кстати, в Америке в 97-м году, когда пришла эта новость чудовищная, что она погибла. И тут же страна разделилась. Одни говорят, что ее затравили, семейка, эта королевская. Другие говорят, что сама виновата, потому что она знала, на что шла. И поэтому потом не надо было жаловаться и рассказывать, что от нее требуют чего-то, чего она не могла дать. На твой взгляд, надо когда-то играть по правилам игры. Но это касается нас всех. Я очень часто с некоторыми своими знакомыми в Лондоне спорю о принцессе Диане. Дело в том, что я очень к ней хорошо отношусь. Она мне очень понравилась, потому что, когда я ее увидел, я не ожидал, что она настолько прекрасна вживую. Фотографии и видео не передают ее очарование. Это действительно была очаровательнейшая женщина. При этом, что она была огромная, она была очень высокая и очень крупная. Но ты понимаешь, что здесь есть? Вот есть такая женщина, Елизавета Вторая. Для меня это один из самых уважаемых образцов, но блесу ближе. Никогда эта женщина не сделала ничего поперек протокола. А ты представь себе ей 94 года, как ей хотелось. Муж гулял направо, налево. Дети вытворяли Бог знает, что. Сестра вывернулась наизнанку. Она никогда несет она этот крест с 53 года. Тяжеленная работа, тяжеленная. И ни разу эта дама не дала прокол. Может быть, мне не все нравится, что она делает. Не внешне, но есть правила игры. Это как я всем объяснял. Пожалуйста, я делаю что угодно, начинается моя работа, не подходите. На мою дорогу не заходите, задавлю сразу. Котя, дядя, ребенок, то угодно, ни в коем случае. Но есть, понимаешь, вот этот момент чести имею, она поклялась на Библии. Она для меня безумно у принцессы Диана, будучи безумно красивой женщиной, попавшая в чудовищную ситуацию, она не выдержала. Но будучи аристократкой, она девочка не с улицы, да? Она не могла не знать правила игры, когда ее брали в том плане, не в том, конечно, она могла не знать об этом треугольнике, в который она попала и в это испытание, но не знать о том, что нельзя открывать рот, нельзя делать такие-то движения и заявления, это, конечно, очень, очень... Она знала. Конечно, она знала. Ну, Тем не менее, мы понимаем, что ее затравили, и это мой следующий вопрос. Как к сожалению, средства массовой информации и ту травлю, которую перенес я... Вот, вот я хотела перейти к травле. Как спасаться от травли? Вот этот буллинг, который может просто свести с ума. Сейчас тебе скажу, Лена, когда началось все это, и меня обвиняли бог знает в чем, я в первые дни прошел все проверки, и в первые дни следственный комитет, глава следственного комитета, он мне сказал, Николай, вас уже проверили до такого состояния, к вам никаких претензий нет, и быть не может, и никогда не будет, спите, пожалуйста, спокойно, но... Он назвал сумму, которая заплачена за пиар, он назвал... с первого дня, с первого дня, все все знали, он сказал, что, пожалуйста, единственный мой вам совет, если вы хотите себя спасти, выключите телевизор, и не подходите ни к каким средствам массовой информации. Вот, Лена, с этого дня я не смотрю телевизор вообще. А судиться нельзя? Судиться нельзя? Это же хейтинг, правда? Ты знаешь, можно, но дело в том, что это очень сложное дело судиться, потому что, если там не написано, что господин Цискоридзе козел, это нельзя. Если написано, что источник в правительстве сказал то-то, то-то, судиться уже нельзя. Почему формулировки? Все дело в формулировке. Ты не забываешь, что я юрист еще. Да, 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 да. Да. Ты знаешь, как одна мамаша очень хорошо, я этим очень горжусь, когда она со мной судилась и неоднократно за отчисленного ребенка, она в какой-то момент закричала в суде, что Цискоридзе выиграл только потому, что у него правильно оформлены бумаги. Я ей просто сказал, а вы что думаете, я идиот, что ли? Ты, собственно, ради этого и пошел. Да. Учиться на юриста. Да. Что вообще потрясающе. Это, по-моему, немногие даже знают, что ты учился на юриста. Да. Скажи, пожалуйста, опять же, Цискоридзмы. Дочь, прачки и двух рабочих. Это твое... Но речь идет не о пренебрежении к социальному происхождению, я так понимаю, а о том, что просто у нас Шариковы все больше и больше какая-то отрицательная селекция. Как ты это объясняешь? А я тебе скажу, просто дело в том, что Шариковы стали руководить всеми основными очагами культуры. Почему такой низкий уровень везде? Почему такие скандалы? Почему такие разборки в каждом театре? Возьми, МХАТ такой, МХАТ секой, Современник, Моссовета, Ленком. Ад происходит. Большой театр там вообще не утихает все, потому что... А Шариков везде. Профессионалов-то нету. И второй момент. Мы никак не хотим понять, что нельзя держать людей до смерти в руководящих должностях, особенно в искусстве. Ну, нельзя. Категорически нельзя. Потому что смерть, это должно сменяться. И я не просто так, понимаешь? И раньше мне все говорили, вот ты так говоришь, слушай, ты молодой. Слушайте, я день в день встал и ушел и сказал, вон, танцуйте. По сей день ищут того, кто может так. Не нашли. Это их правда. Но что нельзя, Лена, нельзя не думать, о чем завтра. Я понимаю, что я скоро уйду. Я приготовил двух премьеров. На сегодняшний день, и они много лет, два премьера Большого театра, это мои ученики, кого я вывел на эту роль, понимаешь? Потому что я отдавал им роли с удовольствием, потому что я понимал, я завтра не буду. А эти же сидят, слушай, вот... Цепляются, да. Посмотрите на этого руководителя, он же ничего не может, он не понимает ничего, у него катастрофа, все время полупустые залы. Я когда вижу все время полупустой зал в Большом театре, мне стыдно. Ты понимаешь? Дело в том, что правда, в кассе все продано, потому что и все знают, что на площади Большого театра стоит тысячи человек, у которых продают билеты. Все знают, все имеют их телефоны и делают вид, что этого ничего нету. А зал полупустой, потому что за эти деньги люди не в состоянии туда попасть. Подожди, но они же и паспорт уже теперь проверяют. Уже вот они как... Да умоляю, это все такое, знаешь... Понятно. Каждый руководитель за нашу с тобой жизнь, если ты поднимешь прессу, ты увидишь, приходя на эту должность, говорил две фразы, что он поднял Большой театр с колен и решил вопрос со спекулянтами. Да. Да, 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 да. Те, которые стояли в моем детстве на этой площади, стоят по сей день. Я их всех знаю в лицо. Слушай, вот ты, вот твое амплуа, ты принц, ты аристократ. Ну вот, кто... Ну вот для меня, например, в журналистике, это Володя Молчанов. Таких у нас больше нет. Это человек с прекрасной речью, с прекрасным образованием. Вот почему таких людей сейчас, ну вот таких не делают? Ну, во-первых, так не учат. Ты вспомни, или вас, как вас отбирали. Во-вторых, ты вспомни дикторов советского телевизора. Да, да. Я когда встречаю Ангелину Вовку, просто она начинает разговаривать. Я замираю, красота языка необыкновенная. Кто сейчас говорит так по телевизору? Ну, а почему не требуют? Почему не требуют? Ну, и в балете тоже. People-то хавают. Вот это гениальная фраза. People-то хавают. А что, раньше в советское время не хавали? А какой отбор был? Люди писали сразу, хотя бы одна статья отрицательная в газете, карьера сломана. Ее сознательно, надо сказать, но прислушивались к мнению народа. Ну, ты смотри. Вот, пожалуйста, Инстаграм. Я безумно, ты знаешь, я же был противник этого всего. Я безумно благодарен людям, которые вдруг стали интересоваться то, чем занимаюсь я. Потому что, когда меня стали просить остаться в Инстаграме, Лен, я сказал, что я не буду писать про таланты, я не буду писать про это. Я придумал такое. Вот я стал писать о людях, о событиях, которые меня в жизни удивили, которые в моей жизни явились какими-то... У тебя потрясающе интересный Инстаграм. Просто какая-то энциклопедия, столько всего нового, интересного и с таким вдохновением. Фантастика. Слушай, подожди. Ну, вот я уверен, что людям, видимо, и знаешь, сколько я получаю писем, что вы глоток воздуха. Да, все правильно. Я не ожидал, честно. Я правда не ожидал, Лена. Но кто-то должен это делать. Такой вопрос, я тороплюсь. Вот твой любимый поэт Эдуард Осадов писал, кто думает... Нет, кто умеет в будни быть счастливым, тот и прям счастливый человек. Это у меня вопрос по поводу как быть счастливым и бороться с депрессией. Вот у тебя... Я читала в детстве, и у тебя стакан был наполовину пустой. Правильно? Да. В детстве. Но это не депрессия. Он у меня пустой, потому что я все время знаю, я ничего не умею, я ничего не знаю, надо прочитать, я опять что-то не успел, я опять что-то не посмотрел, у меня куча книжек лежит у кровати, которые я не прочитал, потому он у меня все время полупустой. А что касается депрессии, да пошла она к чертовой бабушке. Я на их похоронах сам футая скручивал. На бисы. О чем-то. А какая депрессия, ты понимаешь? Ну, он так... Я понял очень хорошо, мама мне очень хорошо говорила, если я начинал на что-то жаловаться, меня пороли первым. Она говорит, носчику первый кнут. Ух ты. Ух ты. А я не оправда пороли, никаких это, не выражений, меня пороли. И я приучился, жаловаться нельзя, есть проблемы решить. Ух ты. Сейчас у тебя, мама мне говорила, я что, культмассовый сектор тебя развлекать? Вон, возьми книгу, подиставь. Ух ты. Жестко. Так, мама, любимая. Да, у меня дома с мамой было так все очень это. Хотя она меня обожала и для меня делала все, что могла. Но были вещи, когда жаловаться нельзя, когда ныть нельзя вообще. Ну, если, не дай бог, что-то болит, конечно. Это другое дело. Да, да, конечно. Если это только не пальчик порезал, перевяжи. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот последний вопрос. Потому что там уже час у нас. Вот я всегда и мне задают вопрос. Как ты себя воспринимаешь? Ты русская? Ну, просто с черным цветом кожи. Ну, да, потому что они вроде как разговаривают, разговаривают, а потом так присмотрятся. Ой, извини. И ты себя видишь как грузин, который просто живет в России, ну, долгий год живет, конечно, думает на русском языке и тем не менее грузин. Или как русский грузинского происхождения, там, с грузинскими корнями. Я все время говорю одну и ту же фразу. Я ее случайно... Мне надо было держать ответную речь. Мне еще было мало лет. И я тогда сказал, что я очень горд в том, что я грузин по происхождению, что я россиянин по гражданству, и я русский артист. Ух ты! Ух ты! Я никогда не буду другим. Меня вырастила эта культура. Меня научила всему эта культура. И я на сегодняшний день самый главный человек в русском классическом балете. От моего мнения зависит, какое будет образование в будущие 10 лет. Я даже вот, по-моему, две недели назад, что ли, назначен главой УМО. Это центр, который разрабатывает стандарты в образовании, в культуре. Ну, в танцах. Ты понимаешь, потому не быть не то, что благодарным этой культуре, но, с другой стороны, я могу, конечно, мне тут делали плазма ФРС в прошлом году, шесть раз меняли кровь. Я могу сказать, как Екатерина Вторая, что вся моя грузинская кровь вытекла. Я весь состою из грузинского темперамента, конечно, твилистского из твилистской аристократической части города, потому что я даже вот ощущаю, что я так вот не сделаю, я так не взяду, потому что люди, которые меня окружали, тогда никогда бы не позволили. Ты понимаешь, Лена, очень смешно, мама была беленькая, она была очень белокожей, у нее была фантастическая кожа, а я весь такой смугленький. И все время все шутили, у белой женщины черный ребенок. Да, у нее черный ребенок. Потому что рядом с мамой я смотрелся очень, очень, Но я всегда хотел быть блондином, очень мне хотелось. Я стал сидеть, видишь, сколько у меня, я никогда не крашусь, никогда не красился и не буду, потому что я думаю, ну, наконец, наконец, я уже посвятил. Меленький. Слушай, ну вот в тебе вот это вот все объединилось. И еще вот самый последний вопрос, на мой взгляд, очень важный. Я знаю, что ты дружишь с людьми совершенно полярными. Вот с одной стороны ты там доверенное лицо Путина, с другой стороны ты в свое время поддерживал Мединского, которого там по-разному люди разные относятся. И с третьей стороны я слышала, что ты тепло отживался о Егоре Жукове, который представитель совсем полярный. Мало того, я тебе скажу, я выдвинул его в этом году на Человека года в GQ и очень хотел, чтобы он выиграл. А как у тебя это сочетается все? Ну, во-первых, Егор, я как бы никогда о нем не слышал, пока не начался скандал. Я не смотрю вот эти вещи все. Но меня, я послушал с ним интервью, когда он вышел из тюрьмы, и я был потрясен его русским языком, его количеством знаний. Он мало того, что он красавец как персонаж, он классически образованный молодой человек, и для меня он пример, каким бы я хотел видеть моих учеников в плане количества знаний, увлеченности. Он, конечно, еще молодой человек, и очень часто судит, не зная как бы жизни, но мне нравится его убежденность, мне нравится в том, что он ошибается, он ошибается по... Что касается Владимира Владимировича, и почему я его доверенное лицо. Я много раз тоже говорил, господа, я с Путиным впервые как бы вот поручкался в 95-м году, когда он был вице-мэром, когда открывали фонтаны в Санкт-Петербурге, в Петербурге. Конечно, он меня не помнит. Ну как-то неладно, Коля, не кокетничай. Я и Люда Семеняка. Но встретились уже, он возглавлял кабинет у Бородина в 98-м или 99-м году. Ну и так далее. Как бы у нас была история встреч, просто там 3-4 слова, и когда он уже стал президентом, очень много мы с ним пересекались, потому что я танцевал все госвизиты. Из-за этого я постоянно был приглашен в Кремль на все возможные банки. Ты правильно сказала, я самый титулованный артист в моем поколении. Это, конечно, а когда я стал ректором, и когда я стал работать, и в частности, я первый и единственный, кто создал филиал академии, создал его во Владивостоке по поручению президента. Мало того, мне пришлось очень много с ним дискутировать, спорить, и какие-то вещи отстаивать, а многие же люди боятся с ним спорить. Я тебе хочу сказать, что он меня поразил, что он, во-первых, меня всегда выслушивал, отвечал сообразно законодательству. Если бы не его пример, Лена, во мне последняя капля была, я пошел учиться на юриста, потому что меня потрясала в нем скорость ответа сообразно законодательству. этого нельзя. Надо знать норму, потому что норма все равно важнее. Это принятый закон. Мы с тобой можем миллион раз сказать, что вот такой-то закон плохой, но мы обязаны ему подчиниться, он принят. Я, может быть, он мне тоже не нравится, но я не имею права его не учитывать. Колю в депутаты, в депутаты, Коля, я пойду к тебе доверенным лицом абсолютно без вас, без знатой с даром. Какой ты молодец! Ты внушаешь мне и тысячам твоих подписчиков такое вдохновение и веру, что еще не все потеряно. И вот твой этот запал, уверенность, что вот мы всех сделаем, ты просто... Мне право не сделать. Лена, я верю всегда, что добро победит. Ты веришь, да, что добро победит зло, да? Да, и его льдышка в сердце растает обязательно. Просто другое дело, что она должна искать. Она должна искать. Если мы будем молчать, если мы будем смотреть, Большой театр гнить будет дальше. А я могу показать тебе фотографию, мне же каждый день кто-то что-то присылает, как там просто грибок, как стоят ведра, как течет все, как рывок и так далее. Понимаешь? Дело в том, что не надо путать хозяйство, а про творчество мы вообще, я молчу, за грани добра и зла. А я почему об этом все время говорю? Это мой театр. Я один из тех, кто является Большим театром. Потому мне не стыдно это сказать. До встречи в Большом театре. Все, спасибо. Спасибо, родной. Целую тебя. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok.